Фестиваль молодежи и студентов соберет 36 тысяч участников, волонтеров и представителей СМИ из 130 стран. Основной дискуссионной площадкой станет главный медиа-центр. Молодежь мира будет говорить на тему «Россия – страна возможностей». У нашей страны задача одна, чтобы все уехали из Сочи, став нашими настоящими друзьями. Нам бы очень хотелось, чтобы город не был обделен в части проведения фестиваля. И мы изначально планировали выносить ряд активностей, вот таких вот основных, на территорию города. Проведение основных встреч запланировано в Олимпийском парке. Много мероприятий, в том числе культурных и спортивных, пройдет в центре Сочи. Это кинофестиваль, его участниками смогут стать горожане. Театральное направление возьмут на себя известные артисты Олег Табаков и Евгений Миронов. Музыкальный проект классической музыки будет курировать Денис Мацую. Популярные художники мира тоже внесут свой вклад в фестиваль молодежи. Более того, их арт-объекты останутся в Сочи. Совершенно потрясающая будет программа спортивных состязаний. Вообще все проекты и в культурной, и в спортивной части делятся на три категории. То есть будут во время фестиваля постоянно действующие пространства и спортивные. Хотите вы поиграть в шахматы? Пожалуйста. Хотите в пляжный волейбол? Пожалуйста. Вот как наследие фестиваля, например, рассматривается создание в городе площади для городошного спорта. Это же здорово, да? Которым потом будут пользоваться все наши семьи и так далее. Рассматривались на совещании организационные вопросы относительно размещения участников фестиваля, бронирования гостиниц и организации питания. В свою очередь в Сочи создан свой городской штаб по подготовке к фестивалю, который взаимодействует с основным. До встречи гостей осталось полгода и сейчас все, кто задействован в подготовке мирового студенческого форума, вышли на финишную прямую. Елена Авсицина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.